а сегодня у нас день планетария сегодня попробуем попасть на шоу ничего не покупали никаких билетов поэтому не знаем попадем ли мы вообще туда сегодня идем мы на тайны деревьев, билеты купили, все нормально не надо ничего заранее покупать, бронировать места есть самое главное за полчаса пораньше приехать и можно сюда попасть ну что, луноход вон, гляди, давай сыграем это парк а это натка с пузом я не знаю, что это но похоже на какой-то маяк там тоже попробуем поснимать лиль, сейчас мы узнаем тайну деревьев онлайн прямое включение что будем пить? воды не, не, у вас нужно пить куда ты пришла? планетарий 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 что будешь налить? феер мульти 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 про деревья про деревья молодец, все знаешь, куда приехать да, я видела все да, я видела все молодец раз звезда два звезда мы космонавты хоть куда мы науки изучаем на ракете мы линдарь мы не белочки мы белочки мы белочки мы линдарчики мы линдарчики мы линдарчики молодец пять четыре три два один поехали ближе к осени на небе начинают появляться морские обитатели обширное созвездие рыбы и малопонятный кит и хотя рыбы завершают зодиакальный круг в нашу эпоху они являются главными здесь находится точка весеннего равнодельствия куда солнце попадает 21 марта на рисунке рядом с квадратом пегаса мы видим две рыбы южную и северную две цепочки неярких звезд что касается кита древние греки плохо представляли себе это животное хороший экран дома такой риф дистрибьюшн и компания софт машин в содружестве с иллюзом ракурс неправильный нужно отрегулировать отрегулировать ниже 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 эй Тони так нормально ниже ну хорошо поехали поехали мотор начали поехали поехали и хотите посмотреть для вас проведут программу с нашим большим маятником вот то что вы видите перед собой вот эта 14-метровая стальная нить и вот этот изумительно красивый стальной шар, посмотрите как видящий, кажется такой маленький, кому-то напоминает милочку игрушку, но это серьезный инструмент, он весит 31 килограмм, он выполнен из державеющей стали, это нужно для нашего опыта, он называется еще чечевица, а вместе с этой нитью это самый большой маятник за Уралом, мы можем этим гордиться, наш маятник носит имя его создателя Жанна Фуко, он называется у нас маятник Фуко, вот что здесь сейчас будет происходить, я запустил этот маятник, задал ему направление, сейчас он указывает на окошко, которое там находится передо мной, просто себе качается и просто постепенно останавливается, теперь я хочу изменить это направление, я хочу чтобы теперь маятник указывал на дверь, с этой целью я буду направлять его в сторону двери, мне придется самому повернуться в направлении двери, направить туда свой обруч, и это я сейчас и делаю и так смотрите, что происходит, я поворачиваюсь в направлении двери, но мой маленький маятник постоянно удерживает свое первоначальное направление и не собирается никуда поворачиваться, я продолжу поворачиваться, но я мог бы и в другом направлении вращаться, у меня ничего не получится и так теперь мы можем перейти к самой интересной части нашей программы, вот теперь мы запустим маятник мы запустим его в этом направлении, я попрошу вас сделать два шажочка боковую в сторону, чтобы эта стеночка у нас освободилась для того, чтобы запустить маятник, его нужно вывести из положения равновесия, мы сделаем это вот таким образом я отведу его в сторону и буду какое-то время удерживать, это нужно, чтобы утихла наша большая нить, она не должна дрожать мы ничего не пережигаем, мы просто вот так вот спокойно отпустим его и начнем наш опыт и так сейчас наш маятник запущен и теперь нам нужно сделать следующий шаг нашего опыта мы с вами сейчас только что представили, что плоскость, однонаправленная плоскость нашего маятника будет показывать нам, как вращается наша планета, что этот маятник должен менять направление относительно нас теперь нам остается это увидеть мы сможем это увидеть при помощи вот таких столбиков, которые мы специально приготовили здесь для этой программы вот сейчас я их установлю рядом с плоскостью, которая обозначает наш маятник и мы будем наблюдать за тем, что здесь будет происходить у нас их 4, и вот готовы все их прямо и поставить и так, посмотрите, они находятся рядышком с нашим маятником и совершенно никак ему не мешают, он им не мешает, просто сидя качается где-то рядом что-то и у нас тоже будет происходить и так, нить Жан-Фуко сделал 67 метров для того, чтобы эксперимент был дольше потому что чем больше нить, тем дольше может работать маятник, его больше размаха, плавность хода в нашем случае 14 метров тоже достаточно и так, внимание, сейчас что-то стало происходить смотрите, маятник уронил один столбик а это значит, что сейчас мы с вами стали видеть как направление большого маятника здесь относительно нас изменилось по часовой стрелочке, вот поскольку фигурка стояла слева от меня по часовой стрелочке этот маятник повернулся здесь вот относительно нас и относительно этой экваторской стрелки и у нас, а вот еще одна упала, так смотрим, против часовой стрелки и у нас падает еще одна фигурка, смотрим вот сейчас мы видим, как вращается наша планета посмотрите, конец сектора округа потому что это время будет разное на разных географических широтах на северном полюсе или на южном полюсе, это не важно маятник будет работать в секторе округа за самое быстрое время ну а если мы приближаемся к экватору с изменением географической широты время будет увеличиваться и в линии экватора он уже будет показывать вашу стеночку а перейдя линию экватора он будет медленный постепенно начнет работу уже в другом направлении и так остается последняя фигурка и уже нет сомнений, что она упадет особенно с этой стороны, наверное, прекрасно видно, что он к ней подбирается а мы с вами тоже скоро все это начнем наблюдать и так, маятник собьет ее на проходе вот в эту сторону от меня потому что он работает в секторе округа по часовой стрелке, как мы поняли и вылепсил тоже работает по часовой стрелке так, еще чуть-чуть, совсем маленько посмотрим прямо даже ничего не буду говорить в этот удивительный, торжественный момент вот она стоит, одинокая а маятник аккуратно и деликатно ее сбивает, посмотрите только что на наших глазах упало 4 фигурки мы увидели как маятник вот, а он тогда у тебя есть чудо слушай, ну очень классно, да, получилось? Олег Юрьевич нефига, там просил асфальт очень классно, да, понравилось всем? супер! много нового интересного сейчас попробуем подняться на башню вроде немножечко разрешили с экскурсоводом не надо, да, Кетя? я еще открываю а строилась это давно же, вернее было 3-е годы работали 3-е 3 года а, то есть это как бы новострой, да? совсем или старая башня все-таки? нет, башня уже 3-е годы так как и все в 12-м году мы открыли ооо, понятно видал? высоко? а, боишься? и тут еще балкон, да, есть? ну пойдем так, сейчас здесь скользко, дождик был осторожно, пожалуйста да, я понял помахай помахай помаши все, дождик начинается, надо валить было очень классно было очень классно yields убит в этой реке Продолжение следует...